Всем привет! Не знаю, ночь у вас, день, утро. У меня сейчас ночь, практически 12 часов ночи, но это единственное время, когда я могу спокойно сесть и записать видео. Дети у меня летом в садик не ходят, поэтому днём я не могу даже выделить 5 минут, чтобы спокойно сесть и книгу почитать, не то чтобы спокойно записать для вас видео. Итак, я сегодня хочу вам рассказать о своих книжных покупках. У меня книг не так уж и много, но они всё же есть, и мне хочется о них рассказать, потому что получается, что летом у меня мало времени, но канал, конечно же, мне не хочется забрасывать. Итак, сейчас расскажу вам о своих книжных покупках, почему я купила эти книги, и если что-то я про них знаю, я вам про них расскажу. Итак, есть те книги, которые я уже начала читать, я, наверное, с них и начну. Итак, первые две книги, двухтомник, там я знаю, ещё есть продолжение, это Павел Мельников, который называется «В лесах». Я уже начала читать эти книги, эту книгу, первый том уже начала читать. Вот, и хочу сказать, что очень интересное повествование. Здесь нам рассказывается о семье. Семья, где главой семейства является Потап Максимыч, и нам рассказывают про его семью, про его дочерей, про его супругу и с теми проблемами, с которыми им пришлось столкнуться. Здесь в основном, по крайней мере, пока что сюжет крутится вокруг его дочери Анастасии. Она влюбилась в одного рабочего Алексея, но, как правило, её хотят выдать замуж за другого человека, но она его, естественно, не любит, и вот хочет она связать свои узы с этим Алексеем, но папе она признаться не может. Папу она называет таким милым словом «тятенька», «тятя». И вся книга, вся книга, она таким написана необычно красивым древнерусским слогом, и читать это произведение одно удовольствие. Второе произведение, продолжение, называется, по-моему, «На горах». Вот, поэтому вот такая вот первая такая покупочка. Я взяла её в дешёвом экземпляре, но очень комфортное чтение, серые странички и шрифт очень комфортный. То есть здесь не мелкий такой шрифт. Это первая покупка, которую я уже читаю. Ещё одну книгу, которую я также купила, я решила сэкономить и взяла её в мягком переплёте, потому что в твёрдом переплёте она очень дорогая. Это третья часть рассказа про «Горгуна» Мэти Шардлейка, автор Кристофер Сенса. И я уже говорила, что эта книга мне не нравится тем, что она почему-то выполнена в жёлтом цвете, хотя все остальные книги в тёмном оформлении. Так вот, эту книгу я также начала уже читать. Здесь нам автор продолжает рассказывать про Мэти Шардлейка. Здесь он уже сотрудничает с его помощником, с которым он встретился во второй книге, Бараком. И вот этот Барак ему также здесь помогает и его сопровождает. Они поехали в Йорк, куда должен был приехать Генрих VIII. В этой книге уже Кромвилля, Томаса Кромвилля нет. Здесь уже повествование идёт без него. Так вот, они вместе с Бараком направляются в Йорк, куда должен был приехать Генрих VIII со своей очередной супругой. И вот они должны якобы охранять его, чтобы ничего там не произошло. Но, как обычно, там происходит убийство. Также и на Мэтью происходит несколько покушений. И, как всегда, мы следим за его гениальным умом, за его стратегией, как он пытается всё это раскрыть. Следующая книга, которую мне посоветовали подписчики в комментариях, это Дафна Дюмарье, которая называется «Дом на берегу». Я прочитала Дафна Дюмарье уже три её романа, и это будет четвёртый. Вот он небольшой. Я, прочитав аннотацию, поняла, что здесь идёт даже небольшой мистика, что ли. В обмен на гостеприимство... Я не буду зачитывать всю аннотацию, но здесь написано, что в обмен на гостеприимство Магнус просит Дико испытать на себе действия созданного им эликсира, который, как уверяет профессор, обладает весьма необычным свойством соединять прошлое и будущее. Иной мир, в который погрузится Дик, оказывается намного реальнее той жизни, которую он вёл до сих пор. Ну, мне кажется, здесь будет, наверное, что-то связано с мистикой, что ли, с фантастикой. Наверное, так. Не знаю. Итак, следующая книга. Кстати, следующая книга, я вам расскажу про эту, Йен Пирс. Эти две книги я купила для исторического марафона. У Ани канал, который называется «Книжная крепость». Она проводит книжный марафон в течение всего лета. Итак, первый месяц, июнь, у нас называется «Исторический детектив». Я выбрала для этого марафона две книги исторического детектива. Про эту книгу я вам уже рассказала, «Суверен» Кристофоро Сенсома. И также я взяла себе вторую книгу Иэн Пирса «Перст указующий». Такая довольно-таки внушительная книга. Но я ещё не приступала к её чтению. Надеюсь, я успею её прочитать до конца месяца. Здесь идёт речь о каких-то письмах, которые не должны были попасть в чьи-то руки, но всё же они, я так понимаю, попали, что ли. И здесь мы видим истории от четырёх лиц, четыре версии, которые нам поведают от разных участников этих событий. Но нам нужно будет узнать, кто же из этих участников говорит правду, а кто говорит ложь. Также здесь нам рассказывается про тайного агента лорда Кромвеля. Здесь он также будет, я так понимаю, присутствовать. Вот, в общем, будем знакомиться с этим автором. Я даже с этим автором ещё и не знакома, поэтому взяла. Вообще, летом как-то у меня слабовато идёт чтение. Некогда мне заниматься этим. Все, кто за мной следит, уже знают, что я занимаюсь ещё и спортом. Поэтому у меня сейчас усиленно идут тренировки, сушки, дети дома. Чтобы мне сходить на тренировку, мне нужно подгадывать время, когда супруг дома. В общем, времени уходит намного меньше на чтение. Но тем не менее, я книги читаю, книги читаю. Обязательно в конце месяца выпущу влог с прочитанными книгами за июнь. Не переживайте. Так, следующие книги. Так, я вам расскажу про вот эту книгу. Это «Путешественник». Такая огромная книга, но она очень красивая. Автор Гэри Дженнингс. Это автор наслышанной книги, наверное, всеми уже «Хищник». Я уже снимала влог про книгу «Хищник». И вот взяла себе вторую книгу Гэри Дженнингса. Также у него ещё есть книга от «Стек». Но эта книга отличается, во-первых, оформлением. Если «Хищник» у него очень такая пухлая бумага, то здесь она качественно белая. И, правда, шрифт, конечно, мелкий, неудобно. Но здесь нам рассказывается о путешествии Марка Пола. Мы знаем, что Марка Пола путешествовал по очень многим местам, знакомился со многими людьми. Так вот, мы из этой книги узнаем о его путешествиях. Естественно, здесь также будут и постельные сцены. Девочки нам рассказывали. Но меня как бы особо это не коробит. Я такой современный человек, который всё принимаю. Мне абсолютно всё равно. Мне главное, чтобы был интересный сюжет. И чтобы был интересный смысл. То есть не просто какой-то план, повестслований. Нет, чтобы здесь было какое-то действие. Мне вот это важно. Я всё вспоминаю этого египтянина, Ника Валтери, где главный герой просто стоит на одном месте и практически не движется. Меня такие книги просто убивают. Так, следующие четыре книги, которые я купила на Авито. Я уже снимала шортс. Вообще я купила книгу. Изначально вообще зашла к этому продавцу. Я уже у этого продавца не первый раз покупаю книги. У него очень классные книги. И я увидела у него вот эту книгу. По-моему, по 350 рублей. Книги этой вообще нигде нет. Я, по крайней мере, не могу её найти. У меня в городе нет никаких читай городов, никаких лабиринтов. Нет у меня таких. У меня единственный книжный магазин. Это один, где всё в два раза дороже. Это фикс прайс, где продаётся различные там шарпотребы, любовные романы. И Валберис с Азоном. Так вот, на Валберис на Азон такой книги нет. На Авито она очень дорогая. Но вот у этого продавца я взяла её за 350 рублей. Но не стала я жадничать. И взяла у неё ещё вот эти три книги сразу, догонку. Итак, здесь нам рассказывается о семье МОД. Не знаю, про что эта книга. Я просто очень много слышала про данную семейную сагу. Говорят, она очень трагичная. И я не могла её просто пройти мимо, когда я её увидела. Ну как я могу её не купить, тем более за такую сумму. Итак, вот такая, в общем, у меня книга. Она мне очень понравилась тем, что здесь шрифт очень-очень комфортный. И книга софт-тач, обложка. Следующая книга. Это «Портрет Лукреции». Я ошиблась, я эту книгу не покупала у продавца. Это я книгу взяла, по-моему, на Вайлдерис «Портрет Лукреции». Я её просто взяла, потому что посоветовали в книжном чате. Девочки у меня спрашивали, что за книжный чат. Я ещё раз расскажу, что у блогера, книжного блогера Ани из Израиля, у неё есть канал, который называется «Книжная крепость». Так вот, все мы там, книга Любы, сидим у неё в Телеграме, у неё там есть чатик, и мы там обсуждаем книжки. И какие книги мы читаем, какие книги нам понравились, какие книги мы планируем прочитать, какие книги мы купили. Поэтому просто зайдите на YouTube «Книжная крепость», и вы попадёте на её канал. И там она, по-моему, в каждом видео даёт ссылочку на свой Телеграм-канал. Так вот, в этом Телеграм-канале посоветовали вот этот вот роман, который называется «Портрет Лукреции». Это Флоренция, 16 век. Лукреция Медичи, 10 лет. Она знакомится с Альфонсо, женихом своей старшей сестры Марии. И незаметно для остальных он проводит пальцем по её щеке. В общем, как-то так. Говорят, потрясающий исторический роман. Будем тоже с ним знакомиться. И также у этого продавца, который я взяла про семью мод, я взяла ещё две книги. Это «Тысяча сияющих солнц». Я про неё где-то слышала, что очень интересный роман про историю Афганистана, трагичная история, по-моему, двух девушек. Отзывы почитала, также мне понравились. Отзывы все хорошие. Я взяла этот роман. Почему бы не взять? «Тысяча сияющих солнц» Халид Хосейни. Вот. У него также есть ещё роман «Бегущий за ветром». Вот. Ну и ещё мне понравилась вот эта книга Юрия Курбатов, которая называется «Безбилетники». Мне понравилась аннотация. Здесь рассказывается про молодых людей поколения 90-х, которые собирают из осколков случаев и сомнений. Неожиданные совпадения странной ситуации. Так случается, если однажды покинуть уютный дом и пуститься в приключения. Также я прочитала в интернете про эту книгу, что здесь рассказывается всё с юмором. А я люблю такие книги. Со страниц текста звучит рок-музыка, повеявшая на молодёжь 90-х, буквально переформатировав её из верных пионеров и комсомольцев в бунтарей и неформалов. Я думаю, будет что-то потрясающее. Вот. Вот такие вот, в общем, у меня книжные покупочки. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо вам за ваши комментарии, за лайки. Делитесь в комментариях вашими книгами, которые вы сейчас читаете. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего. До свидания.